Всем привет! С вами Феликс. И этот ролик сегодня снимаю по просьбе одного из наших коллег. И прошу вас всех посмотреть ролик до конца, потому что вас ожидает довольно-таки интересный сюрприз. Значит, вопрос касался именно развития YouTube-канала. Он вот нашел один такой канал, который делает, смотрите, что. Ну, вот видите, у нее монетизация есть. Это Вьетнамка какая-то, судя по лицу, да. И она, вот сейчас тут не видно, а днем было видно, закидывает отрывки с футбольных матчей, с обзоров. А потом меняет их вот на такие, ничего не значащие, коротенькие видео, которые только она там видна. Под некоторыми роликами при наводке, вот здесь, например, вот видите, там футбол. Но если перейти сюда, на этот ролик, вот будет сидеть эта девчушка и что-то там из картона нарезать. Вот от начала и до конца. Нигде футбола не видно. То есть в кэше Google еще есть то, что этот ролик про футбол. А на самом деле она уже заменила. И название здесь Астон Вилла плюс Монсити, там один-один. Вот все подписи про футбол. И вопрос касался того, что возможно ли, что она таким образом развивает канал, получает монетизацию, просмотры и так далее. Возможно, возможно, я не могу сказать на 100%. И потом, почему она убирает эти ролики, тоже непонятно. Потому что если вы сами погуглите, найдете, что есть такие каналы тоже, вот монетизации, еще не убрал. Ну, правда, здесь один день, 100 тысяч просмотров. Тоже где-то, типа, Непал или Индия. Вот что-то они тут нашли. А остальные ролики, видите, все там про не то. Не про футбол в любом случае. Не знаю, ребята и девчата. Честно вам скажу, хотя я встречал каналы, которые... Там годами висят у них обзоры про футбол. Видно, что это с других каналов. И им ничего, им монетизируется. Просто смотрите, как можно сделать. Да, и он скинул какой-то сайт, говорит, например, я могу отсюда скачивать ролики и загружать себе на YouTube. Вот не знаю. Скажу честно, не знаю, не пробовал. Но есть более простой способ и более уверенный, что вас не забанит YouTube. Это просто, вот смотрите, я набрал в поиске YouTube Premiere League Highlights. То есть, опять же, вот эти яркие моменты, да. Просто что здесь надо в фильтрах? Выставить лицензия Creative Commons, то есть, разрешенная к повторному использованию. Ну и по дате загрузки. То есть, чтобы свежее все показывалось. И вот, пожалуйста, берите любой ролик, любой там, что вам нравится. И размещайте у себя на канале. Вот есть, например, вот это видео за один день набрало 561 тысячу просмотров. И его можно использовать для загрузки на свой канал. Вот, пожалуйста, скачал, загрузил. Ну, здесь важно что, на что обратить внимание. Сделать хорошую превьюшку, чтобы ее смотрели. Потому что, ну, содержание, оно везде одинаковое. Но от превью зависит очень многое, чтобы на это шли просмотры. Вот это неинтересно, оно как-то не захватывает. Вот видите, это превьюшка. А есть такие превьюшки, которым кликают, переходят и смотрят. То же самое, например, вот серия А, да? Вот серия А, тоже гайдлайдс, тоже те же фильтры. И, пожалуйста, Ювентус там, Спичио там и так далее. Ну, итальянский чемпионат. Смотрите самые яркие, самые красивые ролики. То, что вам подходит. Взяли, скачали и используйте у себя на канале. Никто ничего вам за это не сделает. Вот смотрите, даже самими роликами есть вот, если развернуть, вот развернуть. Вот здесь есть лицензия Creative Commons. Разрешено повторное использование. То есть вы можете эти ролики спокойно себе загружать. Будь то про футбол, будь то про на любую тему. Загружайте и, пожалуйста, смотрите. И вот я сейчас уже перехожу к самому интересному, о том, о чем говорил. Вот несколько роликов назад я упоминал, что меня непонятно за что забанил YouTube. Один канал, на днях вообще второй, другой канал забанил. Формулировки такие размытые. Нарушайте правила сообщества и все. Поэтому не стал углюбляться. Но самое главное, что мне не нравится на YouTube, именно для того, для нашего бизнеса, для моего бизнеса, для продвижения в афилиат-маркетинге. То, что все это надо и в ролике говорить, что разверните описание, там написано, и в первом комментарии посмотрите, там написано. И я вот искал, как бы делать так, чтобы вот как бы и рассказ про свое предложение, и чтобы не было вот этого развертывания, и чтобы любые ролики, ссылки можно было туда пихать, не боясь, что тебя забанят. И вот во время таких поисков я нашел вот такой вот канал, который называется Rumble. Начально, что мне нужно было? Чтобы я смог сделать ролик и под ним сделать описание и туда понапихать свои ссылки. И эту страницу, вот, как пример, это просто испытание было. Чтобы я мог вот так вот, ну, естественно, тут, чтобы было на английском написано и так далее. И вот здесь, вот видите, ссылка, ссылка, ничего разворачивать не надо, еще ссылка. Вот тут встречаются такие ролики, что тут на, не знаю, целая стенгазета. Ничего не разворачиваешь, ничего не сворачиваешь, и ссылок там хоть 200 штук можешь пихать. То есть этот канал разрешает. Ну, эти 10 просмотров, это в основном я с разных браузеров просматривал, просто смотрел, что это и как. И вот совсем, можно сказать, недавно, я так пользуюсь, то и сё, оказывается, этот канал можно вполне себе прилично монетизировать. Вы даже, наверное, не поверите, где-то в каком-то плане он даже лучше Ютуба. Почему? Здесь есть такой алгоритм, то есть я подробно сейчас не буду рассказывать, но как бы вы отдаете все права использования этого ролика этому каналу, и они с вами делятся доходом. Сами размещают куда хотят и так далее. Вот смотрите, вот у меня, когда я об этом узнал, позакидывал еще два, ну, практически нулевых ролика. Просто посмотреть, сколько длится одобрение под монетизацию, как оно получается, что, ну, все это просмотреть. И вот, как видите, ну, этот у меня вот адсфрейм без монетизации, а вот эти два ролика под монетизацию, я их закидывал по разным алгоритмам. Этот вот четыре недели назад, здесь одну неделю назад, и этот вот ролик уже несколько дней монетизируется. Еще раз говорю, если вам интересно, как это все работает, более подробно там рассказать, разложить по полочкам, ну, напишите хотя бы, если наберется комментариев 10, что вам интересно, я сниму уже отдельный ролик, потому что он довольно-таки обширный будет получаться. Одно из преимуществ этого канала, вот смотрите, то, что он берет ваш ролик и размещает в соответствии с потребностью. Он сам определяет, где его размещать. Вот если он, естественно, на самом канале есть, Ну, и вот если скопировать и в поиске гугла вот это вот название вбить, название, кстати, тоже совсем нулевое. Если посмотрите на ролик, тут и описания нет никакого. То есть это просто, вот смотрите, вообще ни одного слова в описании. Просто, чтобы посмотреть, что оно и как. И даже вот такой вот невзрачный, непонятный ролик все равно в поиске выдается по названию. И он размещен вот на таком сайте. OnPage, OnNewsPage. Это его разместил Рамбл, не я. Вот у него четыре просмотра каких-то. Вот он решил, что можно этот ролик вот здесь вот разместить. Как это работает? Что здесь более такое ценное? Вот у Рамбла, вот у этого канала есть, естественно, на Ютубе канал, называется Рамбл Вирал. И вот когда ты его, свой ролик отдаешь Рамблу, он и здесь тоже может размещать. То есть ты все права на ролик отдал этому каналу. Он и здесь размещает, если подходит. И от общей монетизации с Ютуба вам с вами делится. Вам идет тоже, капает денежка. Что я заметил в этом Рамбл Вирал, то, что здесь, ну, в основном, вот как смотришь, про животных больше всего. Самое такое многое про животных. То есть вирусные ролики идут про животных. И вот мне очень интересно была вот эта вот пчела. Я там несколько роликов посмотрел, которые в большинстве своем интересные. А вот это вообще ролик такой невзрачный, ничего. Ну, пчела и пчела на этом, на цветочке там что-то сидит, делает. Ну, ничего интересного. Но в конце вот эта превьюшка уже от самого канала, видите. Рамбл Вирал, Рамбл СЦЦ, вот и сразу сценник. То есть вот эту превьюшку уже сделал сам канал и закинул себе на канал, получает с него монетизацию. Теперь, если по этому, опять же, тайтлу сделать поиск на Рамбле, вот Рамбл, когда человек, вот этот владелец, вот тот, что сверху, он отдал права Рамблу. Он разместил еще на двух своих каналов, вот ЮСАМедиа и Вирал, то-се, у себя, опять же, там разделы на этом канале, в этих разделах. И вот этот ролик, вот давайте перейдем уже к этому Рамблуберу, да, Ютуберу. И смотрите, этот ролик, у него закинут 1 сентября, 232 просмотра, всего 9 центов заработано. Этот с августа заработано 12.35. То есть, когда ты закидываешь ролик, ты можешь запретить показывать, сколько ты заработал, но смысл, я не вижу, пусть люди видят. С этой пчелы, с 1 сентября, сегодня у нас, ну сейчас уже шестое, но будем считать пятое, у нас шестое только началось в Ереване. Смотрите, он с 1 сентября заработал 22 доллара только на этом одном ролике. Эту пчелку вы видели. На этом ролике он или она заработала 85 с чем-то долларов. На этой собаке заработала 13 с чем-то, с 28 августа. И вот так вот смотришь, сколько тут заработка. Ну вот здесь ничего не заработано. Не знаю, где разместили, не зарабатывается. И вот так смотришь, думаешь, ну это явно не хуже, чем Ютуб. Ютуб. Смотрите, на этой собаке 153 доллара заработано. С 18 августа за неполный месяц. Сейчас еще 5 сентября. По-разному, видите, ролики сами по себе, они никакие. Ну, скажем, вот этот ролик, смотрите, 147 долларов с 7 августа. Вот за месяц этот ролик принес 147 долларов. Какой-то это, ну вот давайте посмотрим вместе, да, вот этот ролик. Ну что он собой представляет? Несколько там минута, да, на этот ролик длится минуту. Где-то под водой что-то плавает. Вообще ничего не видно. Смотрите, муть сплошная. И что здесь интересно? Ну вот что здесь интересно? Я не знаю. Ну, вполне возможно, есть где-то там тема про рыбалку и все такое. Понимаете, вот этот рамбол, он, когда вы поиск вот этой пчелки, вот этой пчелки, вот она, забьете в гугл, вот по тайтлу, вы увидите, что этот ролик размещен у него на Вирал, вот на Ютубе. Yahoo Finance, он News Page, это вот то же самое, что и вот это мой разместил. И вот переходите по ссылкам, вот Bing, да, Bing, это, ну, знаете, наверное, это МНС, это очень популярная платформа в Америке, через нее очень много просмотров и так далее. Вот здесь они разместили, они, может, и рекламу на нее выдают, может, что вы или я, причем на немецкий этот МНС размещен ролик. Не сможем здесь сделать рекламу, мы говорим, вот, берись наш ролик и делай с ним, что хочешь. И он здесь разместил, на Yahoo Finance, вот Yahoo Finance, здесь тоже этот ролик размещен. Пусть загрузится, чтобы вы видели. Вот это та же самая вот пчела. И вот здесь, на том сайте, на котором мой тоже ролик разместили. Вот этот Open News Page. И вот таким образом, этому человеку за этот ролик, где он, вот за этот ролик накапало с 1 сентября 22 доллара. Неплохо, неплохо. Я уверен, что YouTube такие деньги мало кому платит. И смотрите, и вот здесь описание уже развернутое. То есть, все это надо оформлять. Но я об этом еще раз повторю. Если хотя бы человек 10 напишет, что да, им интересно, хотели бы поподробнее узнать про этот Рамбл, я сниму отдельный ролик и покажу, как на нем работать. Деньги выводятся в СНГ спокойно. Так что, вот на этом, пожалуй, все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс. Продолжение следует...